приветствую вас геймер меня зовут метро и сегодня мы с вами продолжим прохождение вульфенштейн the new order на пк и перед тем как поболтать мы сейчас одну маленькую вещичку глянем хотел вам показать еще в начале как только мы пришли сюда берлин плюс не видит это фигня нам наверх так не не сюда вообще туда надо все по прошли мы так вот еще наши дополнительные всегда нам пригодятся можно метать конечно их но я хочу показать вам кое-что другое совершенно маленькую такую игровую пасхалку угадайте что это такое правильно абсолютно правильно это вульфенштейн до самый первый шлейн типа моего сейчас будем проходить как казуальный такой я готов прикольно да тут всего один уровень самый первый если кто-то из вас играл надо исследовать побольше тут может что-то интересное дадут потому что не помню но по моему за прохождение что-то давали блин что уйму потом так вальнули а давайте все подобрали правда у нас хп маловато но ладно тут короче секреточка была это я помню тут должен быть автомат куча здоровья и вот автомат с патронами автомат старенький типа модернизированный стг-44 ну в том вульфе был мп-40 естественно ой по привычке пробил ой на самом деле пробил ножом так собаки нет тут просто собаки боевые так прикольно все сделано совместили 3d графику вульфа с полуфутореалистичный как я называю в нынешнем вульфенштейне к сожалению патроны на автомат в этом уровне не валялись на право и налево поэтому скоро нам придется снова на пистолет переключаться ну в принципе тут два пистолета у нас с вами уже есть так что это не очень страшно хотя вот на автомат по моему мы достали немного патронов патронов блин опять все нажимаю пробил так 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 тут еще кубки были но видимо они одноразовые я собрал когда проходил в первый раз и тут так направо или налево налево этого вольнули нет прикольно так все выглядит тут прикольно так все выглядит тут ой тут толпа целая вообще все опыта на закончились ну зато у нас два люги а тоже не к чего так ну зато у нас 2 люги а но зато у нас 2 люги а Поехали! Так, ну давайте сюда зайдем, кто-то ближе будет, только поосторожнее, потому что валяется кто-нибудь нехороший. Так, это пистолет, это аптечечка, штана, еще аптечка, прилив сил подобрали мы. Ну-ка, я хочу проверить из интереса. О, можно с глушителем их валить. Особого смысла в этом я не вижу, по той причине, что... Это ж первый Вольфенштейн, тут никакого стелса не будет. Тут ножом-то вальнуть, вряд ли кого получится. Так, подобрали мы с вами все. Давайте сейчас подберем еще одну вещь, там... Мы одну дверь с вами пропустили в начале, когда тут проходили. Главное не потеряться тут потом. Фак! Кто-то еще подошел тут. Черт, вальнули нас с вами. Ну, в общем, там окончание уровня было. Не думал, что они все встанут прям так и нападут. Ну, ладно. Давайте тогда перейдем непосредственно к заданию, которое у нас с вами было. Спускаемся вниз. А потом, может, еще разочеку пойду. Пожалуйста. Я нашла какие-то интересные нужды. Эта часть, когда создавала, эм... способ создавать типо суперконкрето. Это то, что нацицы использовали, чтобы построить все эти монстровские монстровы вокруг здесь. Да. Все, даже в этом месте. Это только скидка. Это как они использовали. Это как они создали все эти монстровы так быстро. Сейчас мы знаем, где это пришло, я нужна сампель для исследования. Попробуй, чтобы посмотреть на здесь, чтобы вы посмотри на куски из конкрето, что показывает из-за потока. Это должно быть поросово, чтобы вы вырезать мне сампель. Что-то вы нужны. Также, есть лица инкриптова из-за дат-йишута в Поле, в поле, в войне. Нужно сравнивать с официальным европейским рекордами на европейских гражданах в 1939-1945-е. Можете видеть, если эти рекорды были архитектуры? Хорошо, хорошо. И еще одна вещь. Эм, это довольно критично. Да. В. Мы можем сейчас идти. Не помню, что белым обозначено, но по-моему нам... Щас. Я поверну, нормально. Короче, надо сходить туда. Архив, это по-моему здесь где-то внизу. Да? Ой, минутку. Не ту кнопочку нажал. Не, это не то было. Ну да ладно. Все равно тут поболтать следует с людьми. По-любому тут какая-нибудь дырка будет, еще что-нибудь. Так. Проводов нет. Не-не. Тут, к сожалению, ничего пока. Интересно, а какой-то той болтовни, о которой я сейчас вам говорю. Эм. Эм. Ну тогда давайте пойдем туда. Судя по всему, белая штука. И обозначает, что нам нас гонять туда. Поговорит с Уайетом. А, ну с Уайетом поговорим. Щас. Он же здесь, по-моему. Уайет. 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 У меня есть лица в архиве. У тебя есть? Да, я думаю. Так что. УИ 300, геро. Уй 600. Купollниio. У них нет. У Л Abend. Уходчат кирп прострелителя. Ну, теперь ему уже 32, он поумнее, я думаю. Одноглазый-то. Я к нему со всей душой, а он ко мне вот так. Ну, ладно. Ну, ладно, пусть Хандрейт пока. Потом пойдет в себя. А пока сгоняем в архив. Че, рокер? Так. В общем, мы в архиве всякого Буду ищем. Все. В архив зашли. Так, вазец бетона у летательных аппаратов. Все-таки нам туда надо будет сгонять. Окей. Так. Сейчас только посмотрим, тут нет ничего хорошенького. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Короче, опять лучшие не брони мы с вами нашли. Так, ну это все ерунда. Значит, нам вниз к летательным аппаратам. Сейчас только. Нет, миссия ничего не говорит нам пока. Короче, сами найдем. Вон, синенькая. О, а вот и циркулячка нахер. Ой-ой-ой. Так вот бывает иногда. Да? На тюглях. Короче, нам надо отсюда теперь выбраться. По возможности. Ой, ящик. Так, как-то туда будет попасть. Ну-ка. Тут нет никаких секретных ходов. Нет, нет. Ладно, пойдемте тогда вперед. И только вперед. Тут опять же ничего нет. Нет. Это на зарядку похоже, блин. Лазер лайферга или файверга. Как он называется уже не помню. Ой-ой. Камера. Камера, камера. Блин, она мне тут еще огонь на поражение открыла. Я думал, снять ее аккуратно, а она нифига. Аккуратно не снялась. Так, тут нет ничего. Никаких вещичек. Нет. Нет, нет, нет. К сожалению, для нас ничего. Даже зарядки нету. Чудо. О, подождите минуту. Да. Подождите минуту. Есть зарядка. Вот она. Ну хорошо. Хоть это радует. Так. Тут надо держаться поосторожнее. Даже в первом Бульфенштейне. Ну, в первом возрожденном Бульфенштейне, я так скажу. В канализации много всяких тварей было. Вот очень хорошо запомнил это я. Все. Осмотрелись. Можем идти дальше. Да. Да. Опять камера. Людей не вижу. Так, двух выстрелов хватает, чтобы снести на нормальные сложности. Так. Патроны для дробовика. И дробовик, собственно. Сейчас, дай что-нибудь. О. Вот дробовик мы и подобрали. Но нам, собственно, тут искрисло и надо. Поэтому давайте пойдем сюда, посмотрим, что тут. А вот секреточка та самая. Отражатель какой-то мы с вами нашли. Я не знаю, что это за ерунда, но ладно. Потом посмотрим. Может понадобится, может не понадобится. Но я лично хочу пока с винтовкой походить. Ну, с дробовиком. Так. Ну, естественно, не сработает отстрел. Так просто. Сейчас нам надо дробовик подобрать, да? Ой-ой. Сейчас еще один. Так. Все. Всех вальнули, наконец. Так. Тут ничего не вижу. Вообще ничего. Никаких интересных штук. Ящик только проверим на прочность. Что я не помню кнопочки, какие назначены у меня. Дробовик на... На лазерку. Как я ее буду называть теперь? Хотя нет. Лучше резаком ее называть, потому что лазерка еще у нас встретится настоящая. Так, тут можно прятаться от дронов. Вон там, дрон есть еще один. Поменьше имели еще один. Привет. И тебе привет. И тебе привет. Все, нету больше никого. Отлично. Ящички. Секретное... Секретное здоровье. Ну, не такое секретное, конечно. Особо оно. Ну, в принципе, пригодится нам. Так. Так-так. А там что? Карта дополнена. Еще прилипсил. Открывается с другой стороны. Короче. Короче, нам не сюда пока. Ага. Так. Там нет ничего? Случайно. Нет. Никаких патронов, ни отличек. Ничего. Ну, туда нам не надо. Это, собственно, понятно. Так. Теперь сюда. Лезем на самый верх. Глянем, что там. Кстати, плесень мы нашли или нет? Ну, в смысле, отрезали или нет? Я не помню. Он вроде бы начал отрезать. Точно ли он отрезал, это я не могу пока сказать. Кстати, метательных ножей у нас с вами нет. Несмотря на то, что я их вроде бы добавил тогда. Так. Давайте перезарядочку сделаем. Кто знает, что будет. Так, дальше из-за моего желания для надежности два патрона не носить по одному. Чтобы не расстреливать боезапас впустую. Так, ладно. Это вот деревянный ящик. Нет. Нет. По одному. Новая задача отрезать образец бетона. И где? А, мы типа пришли уже, да? Да-да-да-да-да. Блин. Болею. Так что, сорянчик. Здорово-здорово всем. Значит так, мы там же резали. Давайте там и обрежем. Где планировали. Так, это не тут. Куда-то. В другое место убежали. Вон туда надо. Наукой, боже ж мой. Извините, парень. Но мне нужен бетон этот. Это сын? Нет. Ну, ну, вроде бы. Я не знаю. Так что я не сын? Взросло бы, Клаус был сын. Взрослый во время войны. Миракл, как он называл. Они пытались за годы иметь ребенка. Ему и его жена. Ну, он бы сделает довольно хороший отец. Для нас. Клаус был сын в клубе ног. Клаус знал, конечно, что это означало. Он просил доктора не сообщить о правительстве. Когда секретная полиция появилась, чтобы убежать ребенка. Клаус и его жена пытались остановить их. Так что жена умерла из бутылки к голове. И ребенок, тоже. Клаус не мог бы защитить их. Так что жена умерла? Я думаю, что так. И он никогда не обиделся нациям. Ладно, давайте пилить дальше. Все, отрезали бетончик. Пора отдавать этот абразец. Ну, можем и к Максу заглянуть, спросить. Всегда пригодится. Потому что болтать полезно тут. Но в начале вот это. Ну, молоток. Супер бетончик. Супер бетон. На еврейской технологии. Но он детеррирует через время, создавая молот. Кто-то темпирует в миксе. Кто-то знает свои секреты. Я анализировал и нашел треки этого типа лимстона, который существует только в Норвенной Креатии. Теперь еще в халате у них идем. Не в Уадзе, в Уадзе, ну ладно. Прощаю. В конце лагерь мы, короче, идем. Это еще, короче. Проблема в том, что есть так много неизвестных. Это старый человек, возможно, что он уже dead. Мы не можем обстрелить такой мгновенности и надеяться, чтобы его найти, пока целая нациальная армия приедет. Что это план? Кто-то должен идти туда и найти его. Идите к Каме. Внедриться. А кто же, кроме нас, захочет Каме вне дриться? Да, действительно. Да, действительно. Какой аромат. Никто не готовится для чего-то, как это. Да, забава. Ну так забавно, не столько, но забавно. Ладно, в Аниксианной Хорватии мы повеселимся в следующем эпизоде, а на этом пока все, с вами был Дмитро, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, ставьте пальцы вверх, вставляйте комментарии, всего доброго, увидимся завтра в следующем эпизоде прохождения, и помните, что все самое интересное еще впереди, thank you guys!